Крепкое мужское рукопожатие, официальные слова приветствия, вспышки фотокамер. Так началась встреча руководителя области Юрия Шулейко и Святослава Драча, генерального консула Украины в Бресте. Все по протоколу. Но в целом ее можно охарактеризовать как встречу знакомства, что предполагает краткое, но емкое описание возможностей области приоритетных направлений социально-экономического развития. И, конечно, своеобразный анализ развития отношений с Украиной, страной-соседкой. Как подчеркнул Юрий Шулейко, они всегда были, они есть сейчас и будут в дальнейшем. Город хороший у нас, в Брестке героически, да, крепость сама по себе, вы понимаете, насколько она важна и для вашего народа, да. Есть там и украинцы, погибшие за свободу, и белорусы, и евреи, и казахи, и русские. Регион немножко похож на некогда части Украины по своим теплом климатическим, потому что, ну, земли у нас такие, они совсем богатые, к сожалению, очень много у нас полезных, и для раций, потому что они достаточно тоже развиты, развито сельское хозяйство. Одно из выраженных в республике была весьма крупнейшая экспортера мяса, молока. В принципе, куда есть, у нас и давнишние связи сегодня с Украиной. Бизнес как работал, так и работает. Святослав Драч, генеральный консул Украины в Бресте, занял эту должность всего месяц назад и пока только знакомится с городом, с его потенциалом и возможностями. Но этот факт не помешал обстоятельному обмену мнениями по актуальным вопросам региональной повестки, а также разговору о перспективах взаимного сотрудничества в экономической и социальной сферах. Конечно, приоритетная деятельность в работе дипломата – защита прав и интересов граждан Украины, но есть и другие не менее важные аспекты. Важное направление, которое нам обозначил и министр, и президент Украины – это развитие экономических отношений. Поэтому помощь продвижению нашего бизнеса на рынок Беларуси, помощь инвесторам белорусским в Украине – это будет также наш приоритет. И, безусловно, поскольку у нас есть и культурные давние связи, и исторические, это направление также не будет лишено внимания консульства. Экономические, туристические, культурные и просветительские связи Бреста и Украины. Над этими и многими другими аспектами планируют активно работать представители дипломатической миссии совместно с руководством области и города. Продолжение следует...